Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пока раскрашенные метросексуалы играют в японские цветастые, как они сами, файтинги, настоящие чёткие ребята разносят лица в серии МК. Признаюсь честно, я в целом не являюсь фанатом файтингов, особенно японских, кое-как большинство. Да, я могу поиграть в Теккен или глянуть на трясущиеся бубисы в Деторе Лайф и объёмные попы в Стритфайтер. Но настоящее удовольствие от процесса я всегда получал только в кровавом и жёстком Мортал Комбате. Поэтому каждую игру этой серии я жду с нетерпением. Последний на данный момент МК-11 вышел аж 4 года назад. И вот уже 19 сентября этого года нас ждёт новая часть знаменитой франшизы. Эдакий лайтовый перезапуск серии Мортал Комбат 1. Давайте немного огнёмся в мою личную историю серии и заодно обсудим, что нас может ждать в новой части. Но перед этим, конечно же, самые чёткие, красивые и мощные ребята поставят лайк под этим видео, если оно им понравилось, и подпишутся на канал, если они ещё не подписаны. А уж совсем гига-убер-мега-чады пойдут по ссылочке в описании, подпишутся на Твитч, чтобы общаться со мной не только в комментариях, но и в онлайне. И на Телег, чтобы быть в курсе всех новостей канала. Надеюсь, вы это сделали. А мы начинаем. Погнали! Как я уже говорил, я являюсь давним фанатом серии Мортал Комбат ещё с детства. Я прошёл первый, второй и третий МК не один раз. МК1 вообще была одной из моих самых первых игр, которые я купил на свою Sega Mega Drive. На той же Sega я прошёл и остальные части. У меня даже был журнальчик со стикерами по Мортал Комбат, которые я по всему городу ездил, покупал, чтобы собрать себе полную коллекцию. Первые три части я так много задротил, что был лучшим на турнире среди своих пацанов во дворе и всем раздавал жёстких люлей за Саб-Зиро. И к сексации Z назад Z этим комбарём за Саб-Зиро после заморозки я снимал около 3 хп своим друзьям, которые уже от беспомощности и злобы кидали в меня джойстики. Четвёртую часть я тоже играл, но уже на ПК, на клавиатуре, что для меня было настоящей болью после удобного сеговского джойстика. Однако и её я тоже прошёл. А вот потом произошёл небольшой перерыв, так как остальные части выходили на консоли, которые мне были недоступны. Один разок получилось порубиться у друга в Mortal Kombat vs DC Universe на PS3, которая, конечно же, мне очень понравилась. Однако все остальные игры серии, вплоть до девятой части, я пропустил, каюсь. В девяточку я вернулся, когда у меня появился Xbox 360 и был в таком шоке от графона и подачи сюжета, вы себе не представляете. Тут уже была прям какая-то новая планка для меня. Я играл и не верил, как же хорошо развивается франшиза и как всё круто сделано. При этом все мои навыки всё ещё работали. Нужно было только выучить новые комбы и фаталити. В десятой части продолжили развивать сюжет и я понял, что тут уже пахнет каким-то крутым эпическим развитием событий. Десятку, также на компе, но уже с геймпадом от Xbox, я прошёл с не меньшим удовольствием, чем девятую часть. А Mortal Kombat 11 уже вышел тогда, когда я пришёл на YouTube и мы с ребятами на стримах с радостью прошли весь сюжет вместе с дополнениями. В общем, как вы понимаете, я очень жду новую часть серии. Хотя буду честен, хоть я и страстно обожал каждую из последних частей, у меня абсолютно были какие-то претензии, пусть и небольшие. Но и не только у меня, надо сказать, а многие из игроков тоже находили, на что можно пожаловаться. И вот новую часть эта участь не обошла даже до выхода игры. Но давайте по порядку, что нам вообще известно о новой игре серии? Итак, Mortal Kombat 1 это так называемый мягкий перезапуск. Именно поэтому в названии стоит цифра 1, а не 12, как должно было быть вроде по логике. Некоторые каноничные моменты лора в новой игре изменили, но перезапуск именно мягкий, так как сюжет продолжает события предыдущих частей. Действие происходит в так называемой новой эре. В ней Люкан стал богом после слияния с Рейденом в финале МК-11. И произошла перезагрузка мира. Нет. Я не верю вам. Так не может быть. В новой возрожденной вселенной, например, Саб-Зир и Скорпион дружат и принадлежат клану Лин Куэй. Думаю, что будут и другие изменения канона, но если честно, мне, даже как Алду, не кажется это чем-то страшным. Учитывая какая-то долгая серия и какой адок уже творился в сюжете 11-й части под конец, в плане всех этих параллельных миров, управления временем и так далее, идея продолжить историю, но как бы начать ее сначала, взглянуть на некоторых персонажей по-другому, выглядит вполне себе адекватным решением. Некоторые изменения, правда, пришлись не по вкусу некоторым фанатам, но об этом чуть позже. Про сам сюжет нам известно немного. Понятно, что там будет, конечно, турнир, смертельная битва, вот это все, но никаких особых подробностей событий игры нам пока не дали. Ну, либо я их упустил, если у вас они есть, пожалуйста, напишите в комментариях, буду очень сильно благодарен за информацию, не только я, думаю, другие ребята, которые смотрят тоже. А мы тем временем немного обсудим графику. И тут, если честно, все как-то... ну, как везде. В последнее время крайне малое количество игр удивляют нас графикой по-настоящему. Ну, такое уж сейчас время. Если апгрейды девятой, десятой, одиннадцатой части были еще как-то заметны, то тут, я бы сказал, картинка совсем не сильно отличается от предыдущей части серии. Это если говорить именно о технической части, там, анимации, текстуры и так далее. Какого-то огромного скачка по сравнению с игрой четырехлетней давности я тут не заметил. Но вот стилистически перерисовали очень многое. Видно, что игру пытаются приблизить именно к первой оригинальной части. Из-за этого многие персонажи выглядят слегка упрощенными, но это вопрос скорее художественного стиля, а не самой графики. Если в целом, все на высоком уровне. Красиво, локации красивые, персы нарисованы тоже хорошо, анимации замечательные. Но какого-то вау-эффекта графон не производит, что слегка расстраивает. Плавно переходим к самой важной части игры, а именно к геймплею. Тут нас ожидают некоторые изменения. Но если говорить про основной геймплей, мне показалось, что все стало как-то немного медленней. Хотя, возможно, это зависит от стиля игры и самого персонажа. А вообще, может, меня глючит, потому что реально каждую новую часть, я смотрю геймплей и думаю, что-то как-то медленно стало. Что-то вот, по-моему, в предыдущей части было быстрее. Напишите, пожалуйста, в комментариях, это у меня старческий маразм, или вам тоже кажется, что игра становится медленнее с каждой частью. В остальном же особой революции нет. Фатальти на месте, X-Ray на месте, кардинальной смены геймплейной концепции тут нет. А заметить можно разве что бойцов-помощников, которые периодически выбегают к нам во время боя и помогают мутуистить противника. Их можно включать в комбо-связки и так далее. Длина прохождения основного сюжета была заявлена примерно такой же, как и в одиннадцатой части. Многие были раздосадованы и хотели более длинного сюжета, но я честно вам скажу, в девятой части, вроде самый долгий сюжет, и я просто заколебался в своё время его проходить. Да, я понимаю, новая часть МК, это прям кинцо такое с перерывами на драке. Но любое даже самое интересное кинцо может заколебать, если его затянуть. Плюс, как ни крути, но сюжетный режим в подобной игре не является основным. Есть же ещё всякие аркадные режимы, мультиплеер и так далее, тому подобное. Главное, чтобы сюжет был насыщенным и интересным. В одиннадцатой части они с этим отлично справились, а в DLC взошлись по полной. Главное, чтобы и тут не подвели. Точное количество игровых персонажей нам тут неизвестно. Я надеюсь, они догадаются не косплеить первую часть, где было всего семь играбельных персонажей, лол. Да, я знаю, там был ещё секретный рептилия, но как бы он был такой неполноценный, в общем, он не считается. Вроде как планируется много бойцов, и, конечно же, всякие дикие коллабы, в игру хотят добавить Хоумлендера из пацанов, Амнимена из Неуязвимого. В общем, тут они тоже держат планку. И вот тут я хочу немножечко притормозить и обсудить с вами одну тему. И тема эта... Опять ебутые ворнеры могут всё испортить. В своём недавнем видео про Отряд самоубийц от Рокстеди, кстати, если не смотрели, обязательно посмотрите. Я уже рассуждал на тему давления на разрабов от издателя. Причём там это был тот же самый издатель Warner Bros. Видите ли, ворнеры, как и любая крупная компания, издатель пытается быть максимально прогрессивными, показывая при этом, какие они сраные жадюги. Ну, знаете, эти двойные стандарты, типа... Слушайте, ну у вас в играх слишком сексуализированные девушки, давайте их оденем, а тот что-то феминистский, который, как известно, очень любит подобные игры, они могут расстроиться. Или... А чего, Таня, у вас такая красивая? Го поменяем на какую-нибудь обычненькую страхолюдию, ну, чтобы никто не ущемлялся. В общем, вы знаете этих ворнеров, мы всё-таки извешные за социальную справедливость. При этом на старте МК-11, если помните, был адовый гринд. Награды за бои были мизерные, и только после недовольства игроков ворнеры это пофиксили. Кто-то скажет, ну вот, пофиксили же. А я скажу, а какого хрена вообще надо было что-то фиксить? То есть, с одной стороны, ворнеры показывают, как они заботятся о том, чтобы нигде никого никак не ущемить, дабы ускорить процесс. Лицемерненько. И не надо говорить, что они просто там что-то напутали в балансе, а потом быстренько поправили. Нет, сто процентов просто не получилось пропихнуть то, что они изначально хотели, и вот в страхе перед хейтом и в страхе потерять аудиторию они выкатили быстренько фикс, который поправил баланс. Я тут вот что хочу сказать. К сожалению, даже если у руля стоит хороший разработчик, часто давление со стороны издателя может испортить потенциально хороший продукт. Так случалось довольно часто, ведь баблом в разработке игры заправляет издатель, а значит он диктует условия. И вот судя по последним играм ворнеров, типа Готэм Найтс и предстоящий Суисайд Скват от Рокстади, основной вектор у этих ребят все еще направлен на заработок бабла. Ну знаете, вот эти вот игры сервисы, типа кооператив, онлайн, там скинчики, кастомизация и все, что мы так любим. Что бы вы там ни думали, я ничего не имею против игросердцевых элементов. Всякие вот эти скинчики и так далее, пусть будут, господи, они мне жить не мешают. Я даже не против платить за комбат паки, новый набор бойцов за деньги, хрен с ним, почему бы и нет. Но главное, чтобы основная игра от всего этого не страдала, чтобы геймплей вознаграждался, а не превращался в грин, чтобы цены на бойцов не зашкаливали и так далее, и так далее. Ну и повесточка, конечношку, даже без нее родимой. В подобной игре, где вырывают позвоночники и расшибают смятку бошки, выглядит она откровенно нелепо. Типа, блин, смотрите, эта девочка, но она слишком раздета, да? Такой внешний вид может кого-то обидеть, давайте ее оденем. Одели? Отлично. А теперь бейте ей, ебало! А еще вот эту девочку давайте сделаем некрасивой. А то красивым что, рожу бить, что ли? А еще давайте сделаем в игре парочку лесбиянок. Пусть им злостные, накачанные, мускулинные гетеросексуалы дают люлей. Цирк какой-то есть, честно. В общем, будем надеяться, что ВБ не изгадит своей политикой столь ожидаемый многими проект, и Нидер Элм смогут удержать планку качества и подарят нам очередной кровавый и жестокий мордобой. Лично я, как огромный фанат серии, еще с самого начала своего увлечения видеоиграми, очень жду новую часть МК и возлагаю на нее большие надежды. Надеюсь, ворнеры их не разрушат. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Обязательно напишите в комментариях, что думаете по поводу новой части Mortal Kombat, что вы от нее ждете. Конечно же, вот эти лайки, подписки, там на телегу подписывайтесь, на твич приходите. Очень буду рад всех видеть. А на сегодня это все. С вами был Марадер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!